приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала в этой видео заметки хочу показать процедуру замены стандартного классического приклада на ружье хацаны escort аймгард на приклад телескопический а-ля бенелли м4 супер 90 с пистолетной рукоятью собственно сделать нужно что снять приклад классический поставить приклад телескопический классический приклад крепится к ружью ствольной коробки шпилькой шпилька это проходит через весь приклад примерно вот на этом уровне она заканчивается одним концом вкручена вот сюда в ствольную коробку на другой конец накручен болт который собственно крепит и поджимает сам приклад к ствольной коробке все это происходит вот с этой стороны то есть с этой стороны со стороны ствольной коробки изнутри механизма здесь никуда подвозить не нужно все это нужно выкручивать со стороны это значит первое что нужно сделать это снять резиновый затыльник приклада он крепится двумя саморезами под крестовую отвертку сейчас мы это и будем делать стандартная крестовая отвертка выкручиваем первый саморез укручиваем саморез второй затыльник отсоединения значит следующий этап на шпильке накручена гайка через шайбу и через контр гайку значит это гайка вот здесь внутри гайка на 13 с этой стороны это невозможно подлезть стандартным ключом здесь нужен торцевой ключ на 13 подвозим сюда ключом на 13 рычаг и теперь можно просто выкручивать выкручивать гайка на 13 шайба ну здесь как бы должно было между шайба и гайка быть контр гайка но почему-то и здесь нет собственно неважно приклад приклад мы отсоединили теперь нужно выкрутить шпильку да снимем у меня здесь стояла антабка для крепления одноточечного ремня аналог антабки вот такой ну скажем так удешевленный вариант ну в принципе ремина не держится штукенция вроде бы простенькая но удобная рекомендую вот теперь переходим к шпильке эта шпилька которая крепила классический приклад к ствольной коробке закручена в ствольную коробку и законтрена вот этой гайкой для того чтобы ее выкрутить нужен обыкновенный рожковый ключ ну или накидной в принципе на 13 чуть-чуть сдернуть вот эту гайку с места после этого шпилька просто выкручивается из ствольной коробки это первый мы благополучно прошли приклад классический сняли теперь переходим к прикладу телескопическому крепится он примерно точно таким же образом болтом 8 на 30 под внутренний шестигран сейчас я все это дело покажу для того чтобы вытащить вот эту часть ну собственно сам телескопический шток из основания рукояти нужно надавить на вот эту кнопочку вот здесь она как бы его и крепит внутри вот так и все после этого вот эта часть приклада просто вынимается изнутри вот крепится все это дело вот таким болтом диаметр 8 миллиметров резьба восьмерка внутренний шестигранник вот значит возвращаем на место антабку вот так устанавливаем рукоять как бы это так удобнее сделать на камеру берем шестигранник сейчас берем шестигранник насаживаем так вот вот и собственно закручиваем вот и тут у нас возникает небольшая проблема крепеж вот этот болт 8х30 под шестигранник это крепеж стандартный тот который шел в комплекте с этим телескопическим перекладом и даже при том что у меня вот здесь вот стоит антабка которая как бы тоже имеет некоторую толщину я имею вот такую ситуацию где все это безбожно болтается и в полной мере не поджата к ствольной коробке это при том что болт закручен полностью то есть я его даже шестигранником поджал вот проблема это такого рода что очевидно это как я это как я это вижу как я предполагаю почему так происходит этот болт предназначен для крепления вот такой пистолетной рукояти вот и такой же точно болт идет и в комплекте вместе с ней с такой рукоятью да то есть в модели эскорта эмгард эта рукоять идет в комплекте в других моделях по моему она не идет ее можно отдельно докупить кому интересно я ссылочку брошу на видео на видео на магазин где в украине можно приобрести такую рукоять к такому ружью вот и болт этот предназначен для крепления вот этой рукояти а здесь ситуация такая что то место куда болт упирается когда он ее поджимает оно где-то вот здесь а в этой рукояти упор аж вот здесь то есть болт слишком длинный бог турков в комплектации этого приклада как можно выйти из ситуации ситуации можно выйти в принципе во первых добавил вот сюда вот таких вот проставочек которые идут вместе с ружьем в комплекте для регулировки приклада то есть для того чтобы наклонять приклад или пистолетную рукоять в ту или иную сторону ну да ну есть как бы и просто без наклона то есть проставочка которая просто увеличит вот это расстояние вот можно поставить этих проставочек до такого чтобы отодвинуть вот эту рукоять от ствольной коробки и тогда она в полной мере прижмется можно можно где-нибудь в строительном магазине приобрести аналогичную аналогичный болт только длиной не 30 миллиметров а 20 например и тогда тоже можно будет в полной мере поджать так как я скупердяй по натуре вот да и лентяй к тому же ездить по магазинам покупать какие-то другие болты мне не захотелось я просто взял точно такой же болт который шел в комплекте вот с этой рукоятью вот и укоротил его где-то миллиметров на 7 на 8 вот по идее он должен мне в полной мере прижать вот эту рукоять вот значит выкручиваем вот этот длинный ненужный болт ставим короткий повторяем процедуру заново вот вот теперь у нас все как бы хорошо вот еще было бы немного вот вот поджимаем так ну без фанатизма потому что говорят с дурью можно чего только не сломать вот и теперь у нас как бы все хорошо рукоять к ствольной коробке держится плотно никуда не гуляет все отлично вот этот болт нам больше не нужен вот шпилька с прикладом тоже все остальное не нужно далее мы просто вставляем эту часть прикладом в пистолетную ручку и загоняем до щелчка все приклад установлен вот так это все дело работает выдвигается выдвигается назад вот на что хотелось бы обратить внимание конкретно с этим прикладом ну раз уж мы стали об этом говорить о таком прикладе то в заключение хотел бы сказать что вот этот пощечник на прикладе он регулируется вот эти винты отпускаются и его можно опускать чуть ниже чуть выше вот этот конкретно этот приклад достался мне не новым да я покупал его на форуме товарища которому он стал не нужен и если правильно вкладываться то есть я советую как бы ну это называется как бы это очевидность да но тем не менее когда ставится вот этот приклад на ружье то сразу же желательно сразу же подрегулировать и вот эту щеку почему потому что например вот здесь она поднята слишком высоко очевидно у предыдущего владельца стоял коллиматорный прицел вот и если правильно вложиться в ружье то есть положить вот сюда на пощечник щеку да и попробовать прицелиться то уровень глаза будет не по прицельной линии а чуть выше ее примерно на таком расстоянии то есть прицела нормально не получится мне по любому придется регулировать вот этот подщечник опускать его ниже но если бы например у меня стоял здесь коллиматорный прицел то скорее всего ничего бы этого делать не пришлось ну что ж в общем то на этом и все надеюсь моя информация кому-нибудь станет полезной ничего такого слишком заумного и слишком военного в этом не было но тем не менее может быть кому-нибудь пригодится за всем я прощаюсь с вами спасибо вам за то что вы смотрите моих видео ставьте свои отметки подписывайтесь на канал всем пока